Кремль объявил войну ворам в законе президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новой статье Уголовного кодекса. Она предусматривает суровое наказание для так называемых воров в законе, даже если их не поймают на конкретном криминале, передает эхо Москвы. Того, кто занимает высшее положение в преступной иерархии, предполагается наказывать за это лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. По мнению Путина, сейчас криминальные авторитеты могут избегать ответственности благодаря своему положению. При этом уголовное наказание за сам факт лидерства в подобных группировках не предусмотрен. Президент предложил также считать отдельным составом преступления лишь один факт участия в собраниях преступного сообщества. За это может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы. Законопроект опубликован на сайте Государственной Думы. Правительство России и Верховный суд поддержали законопроект. Комитет Госдумы по гостроительству и законодательству рассмотрит его в ближайшее время, возможно, на следующей неделе и поддержат его, передает радиостанция. Криминальный авторитет Алимжан Тахтехунов, Тайванчик, в интервью изданию говорит. Москва заявил, что не понимает необходимости подобной меры. По его мнению, устройство криминального мира изменилось. Я не понимаю, что значит высшая иерархия преступного мира. В принципе, преступности уже нет. Вся преступность в бизнесе, а на улице уже преступного мира нет. А если есть что-то, то случайно. Какие иерархии? Что такое криминальный авторитет? Есть авторитетные люди, которые какую-то жизнь прошли, опыт имеют. Ты порядочный человек, тебе верят, твоему слову верят, приходят к тебе с просьбой о помощи. Они вам подсказывают, это делаете, это не делаете. Что значит криминальный авторитет, тем более преступный? Такого не бывает, сказал бизнесмен. Собеседник издания считает, что сажать человека только за то, что его посчитали криминальным авторитетом. Это неправильно, сажать надо за что-то. А придумать ему что-то, это что значит? Это же неправильно. Если ты сделал преступление, то ты должен сидеть, если тебя поймали. А если к тебе придут и скажут, что ты преступный авторитет, и тебя сажают или придумывают статью, то это неправильно. По словам Тахтахунова, сейчас чиновники и представители власти в России совершают больше правонарушений, чем участники преступного мира. Вы сами видите, это же так получается. Они связаны конкретно с деньгами. Во всем мире есть бандюганы, хулиганы, воры. Все так у нас, как в остальном мире. У нас даже, может быть, почище, получше, заявил Тайванчик.